Задача с Ярославского математического центра. Дорогие друзья, я являюсь научным руководителем Кавказского математического центра, а есть еще пять математических центров такого же рода, и один из них в Ярославле, это наши большие друзья. И я был у них в гостях, посмотрел, как идет у них работа, и решил от чистой души, от чистого сердца порекламировать их мат-центр здесь на канале. А как можно порекламировать чужой математический центр? Ну, конечно, разбирая задачи, которые они предлагают. Там есть вебинары, которые они ведут на всю страну, дети решают какие-то, в общем-то, вполне обычные задачи, ну, так, с хитринкой, но, так сказать, вполне заурядные, а вот учителя у них решают задачи, на которых я бы на нескольких остановился, потому что они, ну, они такие, не всегда самые простые. Ну, вот, например, такая задача. В ряд выписано 10 единиц. Поставьте между некоторыми из них знаки арифметических действий и скобки. Так, чтобы полученное выражение равнялось 2020, номеру нашего года. Ну, я честно вам признаюсь, что эту задачу я даже не стал решать, потому что я таких задач решать совсем-совсем-совсем не умею. То есть я не понимаю, как бы, с чего начинать размышление о таких задачах. Некоторое время я подумал, можно ли как бы математически как-то вывести, что вот какие-то группы единиц должны быть вместе, а в каких-то местах должны быть знаки действий арифметических. Но там перебор огромный, из каких соображений все это надо делать, совершенно непонятно. Единственное, что как бы нащупывается, что вот тут 2020, да, и это как бы 2 умножить на 1010. Ну, мне было лень доводить идею до конца, как выяснилось, эта идея совершенно правильная была. И способ, который предлагается в ответе, он такой. Вот эти две последние единички дают нам в сумме двойку. И теперь нужно на эту двойку умножить 1010, который получается следующим образом. Тут я даже сделал намек, оставив тут небольшую паузу. 11111 минус 1 это, значит, 11110. И если это разделить на 11, если это разделить на 11, то как раз получается 1010. Поэтому если вот это теперь все вместе умножить на 2, то получается 2020. Я не могу сказать, как до этого можно догадаться. Это скорее все-таки задача не по математике, а задача на сообразительность из стиля КВН. Также я не знаю, есть ли другие варианты решения в этой, значит, задаче. Но если кто придумает что-то еще, присылайте. Это будет очень интересно. Я пошлю коллегам в Ярославль. Так. Следующую задачу я решил сам. Звучит так. Петр Петрович заметил, что если год, в котором он праздновал 40-летие, умножить на год, когда стукнуло 49 лет, то полученное произведение делится на год его рождения. В каком году родился Петр Петрович? Ну, на самом деле, задача решается практически в одно действие. Если мы обозначим год рождения за альфа, мы получим следующее, что через 40 лет, когда он праздновал 40-летие, это, соответственно, будет вот такой год. И по условию, если умножить на год, когда ему стукнуло 49, да, вот, то вот это вот произведение делится на альфа. Но первое, что приходит в голову, мне, правда, если честно, оно не сразу пришло в голову, я там исхитрялся как-то по-дурацки. Но здесь самое простое, что можно сделать, это раскрыть скобки, на самом деле. Получится альфа квадрат плюс 40 альфа плюс 49 альфа, да, плюс 40 на 49. И вот это вот делится на альфа все, вот это вот. Но так как вот эта часть в любом случае делится на альфа, то мы получаем, что год, в котором родился Петр Петрович, является делителем вот этого числа, которое есть 1960. Вот. Ну и в ответе написано, что год рождения Петра Петровича 1960-й, когда я туда заглянул, в ответ. Но на самом деле это не полный ответ. Год 980-й тоже прекрасно подходит. Не 1980-й, а просто 980-й. То есть если Петр Петрович был каким-нибудь соратником князя Владимира, то это тоже годится. Он тоже мог отметить, что 40-летие и 49-летие, если перемножить, будет делиться на его год рождения. Любой делитель числа 1960 годится на самом деле. Не только 980, но и любой другой, скажем, единица тоже годится. Или 40-й год. Первый год от Рождества Христова. 40-й год от Рождества Христова. Ну, понятно, что Петр Петрович намекает на какое-то уже более позднее время. А из более позднего действительно только 1960. Все остальные делители не превосходят число 980. Относятся к Древней Руси или древнее. Поэтому меня не удивляет, что в ответе осталось только 1960. Так, еще один прикол, где уже явно два решения есть. Тоже очень простой. Ты плюс ты. Плюс еще раз ты. И плюс еще раз ты. Равно вы. Вот такой вот ребус надо решить. Ну, это понятно, что имеется в виду, что это цифры. Ну, тут первое, что приходит в голову сразу, что четырежды И должно быть, оканчиваться должно тоже на И. Причем, ну да, четырежды И должно оканчиваться на И. Но такая цифра вообще только одна, это ноль. То есть можно просто, ну там, в принципе, можно просто перебрать, а можно заметить, что при умножении цифру на 4, да, у нас получаются только четные в конце. Ну и дальше там легким перебором, да, дважды 4, 8, 4, 4 в конце будет 6. Вот. 6 и 4 в конце, наоборот, 4. И 8 и 4 в конце 2. То есть не годится никакая другая цифра, кроме нуля. Поэтому речь идет о ребусе Т0 плюс Т0 плюс Т0 плюс Т0 равно В0. Ну и теперь ясно, что буква Т настолько мала, что четырежды взятая не выходит за предел первого десятка. То есть остается цифрой. Ну и, соответственно, только два варианта, что четырежды Т0 является цифрой, это при Т0 равно 1 и при Т0 равно 2. Вот и получается два ответа, что 10 плюс 10, значит, 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 равно 40. Так, это первый ответ. А второй ответ 20 плюс 20 плюс 20 равно 80. Тоже вполне себе ответ, и он годится. Следующая задача, которую я хочу разобрать, она такая. Найдите максимальное трехзначное число, кратное 9, цифры которого идут в порядке возрастания. Максимальное. То есть, значит, нужно нам, давайте здесь, нужно нам, чтобы некоторое число x, y, z, вот так напишем, что это означает, что это число, значит, трехзначное записанное цифрами, и условие, что x меньше y меньше z, ну и, собственно, нужно найти такое самое большое. Ну, это, понятная задача на признак делимости на 9. Он состоит в том, что сумма цифр должна делиться на 9. Это критерий. Необходимые и достаточные условия для того, чтобы число делилось на 9 состоит в том, чтобы сумма цифр делилась на 9. И теперь можно сделать так, можно отчитывать от 9 остатки, которые дают числа. 0, это 9 дает остаток. Минус 1 дает 8, минус 2 дает 7, минус 3 дает 6, минус 4 дает 5. То есть, вот это то же самое, что 5, 6, 7, 8, 9. Ну и, чтобы сделать это число как можно большим, нужно, чтобы x было как можно больше, остальные, соответственно, шли после этого x, строго после него. Ну и что мы должны заметить здесь? Что нам нужно выбрать из некоторого вот ряда от нуля и дальше вниз под множество из трех остатков, в сумме дающее число делящееся на 9. Ну и видно, что вот цифр 6, 7, 8 и 9 для этого не хватит. Нам недостаточно их взять, потому что минус 3, минус 2 и минус 1 дают минус 6. То есть, остаток 3 отделения на 9. Ну и любые другие три цифры тоже видно, что дают только еще больший остаток. Поэтому нельзя, нет такого числа, которое начиналось бы на 6. Можно было бы это и перебором понять, но из этого соображения сразу ясно. Но вот если мы включаем цифру следующую, пятерку, то тут уже получаются вот эти четыре цифры и нам нужно из них, эти пять цифр, которые дают вот такие остатки, нужно выбрать три из них, дающие в сумме число делящееся на 9. Ну и тут очень легко понять, что единственный вариант это минус 4, минус 3 и минус 2. То есть, подряд идущие вот эти вот три. Все остальные варианты просто дают все еще остаток. То есть, сумма трех остатков из этого множества пяти остатков, если не взять минус 4, минус 3 и минус 2, будет только больше, а тогда она будет вместо минус 9 какая-то минус там минус 8, минус 7, минус 6, то есть что-то, что на 9 уже не делится. Поэтому вот в этом множестве есть только один вариант. Ну и ясно, что он самый большой, потому что мы, значит, единственный вариант, в котором мы начинаем с пятерки, все остальные будут начинаться с четверки и меньше. Ну и, соответственно, это и есть ответ. Вот, ответ в этой задаче 567. Ну, конечно, можно было эту задачу решить просто перебором, но мне кажется, что вот эти соображения могут помочь в проведении перебора. Вот, значит, есть еще три задачи, которые я разберу в выпуске номер 2, посвященном Ярославскому Матцентру. А напоследок хочу оставить всем в качестве упражнения решить задачу, которую я сходу, по крайней мере, не решил и додумывать не стал. А именно, это задача номер 8, это конкурс учителей Ярославского Матцентра. Задача номер 8 такая, на какое наибольшее число частей могут разбивать плоскость две параболы и прямая? Две параболы и прямая. На какое наибольшее число частей могут разбивать плоскость? Ну, можно, конечно, посчитать. Вот я тут нарисовал как-то, можно посчитать, сколько здесь получится. Это 1, 2, 3, 4, 3, да, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 у меня получилось, да? Ну, в общем, посмотрите, сколько получилось здесь. И вопрос, так сказать, можно ли больше, если можно, то как, если нельзя, то почему? Ну, вот я, так сказать, до конца, пока я не додумал ее, но я не то, чтобы очень долго над ней думал, но просто, чтобы вам тоже было интересно подумать над этими задачами, а не просто их порешать. Вот так. Ну и в выпуске номер 2 будут еще 3 задачки, в одной из которых у меня почему-то получился ответ не такой, как у организаторов. Ну, кто-то тут не прав, может быть и я не прав, а может быть и они. Всякое бывает. Вот, разберем теперь еще 3 задачи, оставшиеся 3 задачи, из заданий для учителей. Номер 5. В некоторой школе каждый учитель математики участвовал в подготовке двух вебинаров. Каждый вебинар готовили четверо, 4 учителя математики. И для каждой пары вебинаров имелся ровно один учитель, участвовавший в подготовке их обоих. Сколько вебинаров было подготовлено? Отличная задачка на комбинаторику, просто отличная. Значит, я бы решал ее так. Я бы поместил слева, значит, учителей, допустим, а справа вебинары. Вот у меня есть учителя, да, а вот вебинары. Вот, допустим, значит, M и V. Так, M, ну люди, да, M, M, да, люди, допустим, V, вебинары. Так, и тогда что за условия есть? Вот мы сейчас оставляем то, что называется двудольная игра, да. Условие, что каждый вебинар готовили четверо. То есть из каждой вершины здесь выходят 4 вершины, 4, значит, ниточки сюда. Вот, ну и так далее. А на левой стороне условие, что, значит, что каждый учитель участвовал в подготовке двух вебинаров. То есть из каждого учителя ровно 2. Но если из каждого, из каждой вершины здесь выходят 4 ребра, а из каждой вершины здесь 2, то ясно, что вот этих вот вершин вдвое больше, чем тех. Ну, можно еще так это объяснить, что давайте посчитаем общее количество вообще всех ребер, да, то есть всех пар M, V. Если считать через M, то это будет 2 умножить на M, потому что из каждой этой вершины выходят 2 ребра. А если считать через V, то должно быть 4 умножить на V, потому что из каждой выходит 4. Но так как мы считали, мы считали объекты одного и того же множества, да, перечисляли элементы одного и того же множества, то, соответственно, должно быть равенство. Поэтому мы получаем, что M равно 2V. Вот. Этого еще недостаточно. Чтобы получить ответ, поэтому используем второе условие. Второе условие заключается в том, что для каждой пары вебинаров имелся ровно один учитель, участвовавший в подготовке их обоих. Для каждой пары, да. То есть есть взаимно однозначное соответствие между учителями и парами вебинаров. Вот этот учитель, это вот эта пара, этот учитель, это эта пара и так далее. Но если так, то мы же знаем, сколько пар, да, пар во множестве. C из V по 2 пар, да, это самое число сочетаний из V по 2. И эта формула будет V на V минус 1 пополам. Вот. И это должно быть равно M, которое равно 2V. То есть получается уравнение, что V квадрат минус V равно 4V. Ну и сокращая на V равно нулю, да, мы получаем, что V равно 5. То есть если V не равно нулю, ну было бы глупо, да, говорить об этой задаче, как о пустой задаче. Пустое множество учителей готовит пустое множество вебинаров. Вот. И, соответственно, если сократить на V, не учитывая случай V равно нулю, то ответ будет V равно 5. Итак, было 5 вебинаров. Ну а, соответственно, учителей было 10, что полностью согласуется с тем, что C из 5 по 2 равно 10. Вот. Хорошо. Следующая задача такая. Сколькими нулями оканчивается десятичная запись? Наименьшего общего кратного всех чисел от 1 до 100. Вот. Сколько нулей на конце. Ну, смотрите. Смотрите, что нужно понять? Что такое наименьшее общекратное? Если переписать в записи разложение на множители, да, все числа, разложить на множители согласно основной теории арифметики единственным образом, то наименьшее общее кратное — это все те же простые числа, которые входили вот в эти все степенях, которые будут наибольшие из всех вхождений. За нули на конце отвечают что? Отвечают делимость на 10. Делимость на 10 — это делимость на 2 и на 5 одновременно. То есть на самом деле, вот что надо понять, да, надо понять такую вещь, что у числа, у некоторого числа А1, А2 и так далее, АР, ровно М нулей, ровно М нулей, тогда и только тогда, когда оно делится, вот это число D, имеет ровное М нулей на конце, тогда и только тогда, когда D делится на 2 в М, D делится на 5 в М, но D не делится либо на 2 в М плюс 1, либо на 5 в М плюс 1. Вот, то есть если М — это максимальное значение, так сказать, вхождение количества двоек и пятерок одновременно, что на 2 в М плюс 1 или на 5 в М плюс 1 уже да не поделится, тогда не будет уже тут М плюс 1 нуля не возникнет. Ну вот это как бы в качестве упражнения, осознайте это. Поэтому надо понять, каково максимум, каково просто количество, посчитать количество вхождений двоек и пятерок. Вот кого меньше будет, тот и будет определять количество нулей на конце. Но двоек, здесь есть, например, 64, это 2 в шестой степени, то есть делимость на 2 в шестой у этого ног уже гарантирована наименьше вообще кратно, делится в том числе и на 64, то есть на 2 в шестой. Поэтому ясно, что упираться мы будем в пятерку, ну а у пятерки здесь, так сказать, больше двух вхождений нет нигде. То есть ног не делится на 125, только на 25, потому что ног это максимальная степень пятерки, входящая вот в эти все разложения, а это 2, потому что 125 уже больше 100. 100 делится на 25, 75 делится на 25, 50 делится на 25, ну и 25 делится на 25, но наименьшее общекратное достаточно, чтобы делилось ровно на 25, на 5 в квадрате, а не на 5 в кубе. Вот. Поэтому ответ 2, 2 нуля в этой ситуации, всего 2 нуля. Большое, серьезное отличие от задачи, примерно такой же задачи про то, на сколько нулей оканчивается 100 факториал. Вот попробуйте решить вот эту задачу, на сколько нулей, сколькими нулями оканчивается число 100 факториал. Не ног, а именно 100 факториал. Вот это вот, о, это вот задача немножко хитрее, но тоже не безумно сложная. Ну и наконец, последняя, кроме вот, то есть предпоследняя задача, которая у меня почему-то получился не тот ответ, что у организаторов. Восьмую я вообще не дорешал, а в седьмой у меня получился не тот ответ. Найти объем выпуклого многогранника с вершинами в серединах ребер единичного куба. Вот единичный кубик, вот. И я отмечаю середины всех 12 ребер и смотрю, что у меня тут вырезалось, да, то есть на каждой грани у меня квадратик виден. Ну а дальше уже видно, что происходит. От куба нужно отрезать в каждой вершине вот такой маленький тетраэдер, который, вот он с центром, значит, вот вершинка здесь и три этих самых. Вот все такие тетраэдеры надо отрезать. Восемь штук их, потому что восемь вершин. У куба отрезаете, ну и получается вот такой раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Четырнадцатигранник такой получается. Вот у этого четырнадцатигранника и нужно почитать объем. Но понятно, что он равен один минус восемь объемов тетраэдера. И вот тут как-то странно. У меня-то получается, что объем тетраэдера равен чему? Ну, смотрите, объем тетраэдера равен одной шестой от произведения вот этих вот трех. Это же такой прямоугольный, да, тетраэдер? У него здесь угол во все стороны прямой такой. Вот здесь прямо, здесь прямо, здесь прямо. Все углы прямые. Ну и понятно, что это одна треть площади низа на высоту. То есть одна шестая просто произведение вот этих двух сторон и этой стороны. То есть всех трех сторон. Одна шестая на куб вот этого числа. Вот. Ну и, соответственно, вот это вот и вот это друг друга сокращают. Это одна восьмая, а это восемь. Поэтому просто нужно из единицы вычесть одну шестую. И мой ответ это пять шестых. Ну, либо я что-то не понял здесь, хитрое было что-то. Либо у организаторов ошибка, написано две трети. Вот так вот. Ну, собственно, это не важно, все мы ошибаемся. Либо я ошибся сейчас, либо мои коллеги в Ярославле. Это не имеет значения никакого. Важно, что в Ярославском мат-центре много интересного. У нас в Кавказском мат-центре тоже очень много интересного. Так что обращайте на это внимание, заходите на вебинары. Будьте с нами. Огромное спасибо всем, кто стал нашими патронами. А те, кто еще не стал, мы всех приглашаем встать. Записывайтесь на Патреон. Продолжение следует... Продолжение следует...